В этот день, 14 декабря 1893 года, в Москве, на Красной площади, торжественно открыты верхние торговые ряды. Сегодня ГУМ. 14 декабря 1917 года вышел декрет о национализации банков. Частные акционерные банки и банковские конторы объединялись. 14 декабря 1958 года советская экспедиция впервые достигла полюса недоступности в Антарктиде. 14 декабря 1963 года были установлены дипломатические отношения между СССР и Республикой Кения. 14 декабря 1964 года в Ленинграде произошло наводнение. Вода поднялась на 214 сантиметров выше ординара. В этот день, 14 декабря, родились. Зинаида Волконская, княгиня, русская писательница и композитор, хозяйка литературного салона. Царица мус и красоты, как ее назвал Пушкин. Физик Николай Басов, нобелевский лауреат 1964 года. Николай Кузнецов, русский художник-передвижник. Товарищество передвижных художественных выставок, просуществовавшее с конца 19 века и до начала 20-го, сыграло большую роль в формировании русской живописной школы. Участниками товарищества стали художники, чьи картины впоследствии вошли буквально в школьные учебники. Илья Репин, Василий Суриков, Алексей Саврасов. Среди них было имя Николая Кузнецова, немного забытого сегодня художника, чьи картины в свое время пользовались не меньшим спросом у меценатов и посетителей выставок. Кузнецов без сомнения обладал художественными наклонностями, проявившимся уже с ранних лет. Первую тягу сына к творчеству заметила его мать. Она отвезла Колю в Одессу, где он был принят в ученики к одному из лучших педагогов Одесской рисовальной школы. Впрочем, сам Кузнецов поначалу сомневался в правильности выбранного направления и чуть было не посвятил себя военной службе. Передумав в последний момент, он выбрал творчество, и окончил Академию художеств с тремя серебряными медалями. Учился же у самого Павла Чистякова, взрастившего целую плеяду передвижников. Не подумавший ничего не начинать, а начавший не торопиться. Не начертавший движение общих пропорций не начинать вырисовывать. Не нарисовавший не начинать писать. И не составивший приблизительно колера не писать, а написавший чаще вставать и сравнивать с оригиналом. Так советовал педагог своим ученикам. Кузнецов старательно внимал всем советам метро. На девятой выставке передвижников, состоявшейся в 1881 году, его работы моментально привлекли к себе внимание любителей живописи. Пастушок, французская деревня после обеда, картины с оттенком парижского шарма несли в своих сюжетах особое очарование. Одно из полотен под названием «Спящая девочка» приобрел в свою личную коллекцию император Александр Третий. Не менее интересной стала серия портретов, заказанная коллекционером Павлом Третьяковым и посвященная известным персонам – Федору Шаляпину, Петру Чайковскому, художникам Ефиму Волкову и Ивану Пахитонову. Своим коллегам-передвижникам Кузнецов подыгрывал тем же, зачастую исполняя роль натурщика. Свои внушительные фигуры художник Иван Васенецов списал одного из богатырей. И не единожды его задействовал друг Илья Репин. Ту Кузнецов позировал в качестве остапа, казака с перевязанной головой, с известного шедевра «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Ту являлся прототипом палача на полотне Николай Мерликийский, избавляя от смерти трех невинно сужденных. Впрочем, в отличие от репинского передвижничества, кузнецовское творчество не было реально обличающим, а носило скорее романтично-возвышенный характер. Одна из его работ под названием «Рыбаки» отдаленно напоминала сюжет картины Репина «Бурлаки на волке», но, конечно, более легкая и воздушная. Такая же, как и девушки, нежно взирающие с полотен Кузнецова, будь то Джульетта, Ключница или Барышня. Судя по всему, Кузнецов четко следовал одному из правил устава сообщества передвижников – развивать любовь к искусству в обществе, а также совету своего учителя Чистякова, говорившего «Нельзя красоту произведения полагать только в том, что красиво положены, повернуты руки и ноги, фигур и прочее. Нет, в искусстве есть ли все стороны, силы наполнения отвечают идеей, то прочее уже и красиво».